здравствуйте дорогие подписчики в гости моего канала меня зовут елена сегодняшнем видео мы с вами сделаем второй расклад и посмотрим такую ситуацию как а что задуманный человек испытывает по отношению к вам наверняка вы хотели узнать посмотреть что о вас он думает непосредственно определенный человек будет три варианта ответа вам нужно именно подумать о человеке о котором хотите знать проговорить свое имя задайте про себя вопрос что про меня думает и скажите имя этого человека и выбираем свой вариант и так первый вариант второй вариант и третий вариант выбирайте интуитивно именно ту позицию которая вам нравится ну что я думаю что она на каждый определился каждый выбрал свой вариант давайте теперь смотреть так смотрим первый вариант здесь я вам могу сказать что человека явно испытывает к вам интерес и здесь не обязательно что именно каких-то личных отношений да хотя возможно что если предположим вы познакомились только с человеком и думаете а как же буду дальше складываться наши отношения то на первый взгляд пока у человека есть определенный к вам интерес то есть ему интересно с вами общаться ему интересно с вами встречаться ему интересно вот именно все то есть человек заинтересован вот продолжительном дальше общении то же самое то можно сказать если предположим вы загадали там партнер по бизнесу да либо там своего знакомого какого-то человека то здесь однозначно можно сказать что человек с вами общается достаточно неплохо. То есть, во всяком случае, у него нет за спиной каких-то негативных мыслей, у него нет за спиной какого-то такого негативного восприятия, чтобы что-то вам сделать. То есть идёт именно такое открытое, дружелюбное, нормальное, хорошее общение. Так, хорошо, это на первый взгляд. Давайте всё-таки сейчас более раскроем с вами данного вашего товарища и посмотрим, что же он испытывает к вам. Ну, знаете, я могу сказать, что он как-то с вами будет раскрываться. То есть здесь, понимаете, идёт именно такой момент, что неплохие всё-таки идут позиции первое. А вот по-первыхому я вам сказала, что изначально немножко у вас идёт такая позиция, что всё хорошо. То есть здесь и есть определённый, как вы привлекаете его, и это очень так складывается достаточно неплохо. То есть здесь вы не просто так встретились с этим человеком, а это идёт вам по судьбе, эта встреча, которая позволяет вам, в первую очередь, раскрыться как личности. И причём здесь для две стороны. То есть и для вас, и для данного человека непосредственно. немножко может испытывать кто-то из вас некую такую вот неуверенность. Вообще невозможно, что, знаете, как если идёт вот контакт, но, может быть, он немножко, развитие отношений будет развиваться не так быстро. Предположим, как вы для себя загадали, как вы там для себя захотели. То есть здесь возможно, что сам человек, о котором вы думаете, он может немножко, знаете, как тормозить какие-то аспекты. То есть он может не таким быть быстрым, стремительным, не так развивать ситуацию, предположим, как бы вам хотелось. То есть человек в каких-то моментах ведёт себя очень осторожно. Это вас, конечно, может либо раздражать, либо этого вам может не нравиться. Соответственно, что приходится, возможно, мириться с какими-то обстоятельствами. Но, тем не менее, всё-таки, если дальше рассматривать вашу ситуацию, то интересы возрастают. Причём интересы возрастают как у вас, так и непосредственно у данного человека. То есть здесь вы друг друга, вот именно, знаете, как-то духовно будете дополнять. То есть каждой из сторон что-то друг другу будете давать. Возможно, что из-за того, что разные характеры, возможно, из-за того, что у каждого, скажем так, в душе свои проблемы, вы не сразу найдёте друг к другу подход. Это вот особенно, если касается в личных отношениях, и особенно, если кто только познакомился. Плюс ещё, если кто только познакомился, могут быть обстоятельства, скажем так, влияния со стороны женщины, которые могут отражаться на том, что не совсем идут то развитие отношений, на которое вы рассчитываете. То есть оно косвенно, но всё равно оно будет как-то влиять. Но со временем вы сможете перейти более такую уже официальную стадию отношений, когда уже отойдут и все вот эти ненужные вам люди. То есть это всё идёт. Если вы спрашиваете именно про партнёра по бизнесу, предположим, то есть вы как бы думаете, стоит ему доверять или не стоит, то здесь ваш партнёр, можно сказать, то же самое думает о вас. А стоит ли вам доверять? То есть вы должны ему показать, как бы убедить этого человека, что действительно с вами можно сотрудничать. Потому что здесь, в принципе, если какие-то разногласия были, то это всё как-то разрешится. Вы между собой это всё сможете обговорить. Вообще, если в общем смотреть, там не обязательно уже личные отношения, там если знакомый какой-то ваш, может быть вам важно, потому что там какой-то старший родственник, что думает про вас, то здесь именно в вашем случае вы можете рассчитывать на этого человека, вы можете рассчитывать на его поддержку, на его понимание, на его какую-то помощь. Человек на самом деле очень ценит порядочность, ценит именно внимание, ценит именно то, что для него самое главное, чтобы всё шло по правилам, чтобы всё шло ровно, чтобы сам не любит какой-то корысти, сам не любит какого-то обмана. И здесь возможно, что у вас внутренне может присутствовать именно такая ситуация, когда нет доверия к этому человеку просто. То есть возможно, что какими-то поступками может быть раньше что-то проявлял себя, не с такими добрыми качествами, но тем не менее всё-таки человек очень много переосмыслил в своей жизни, очень много переосмыслил. И вот для него сейчас самое главное — это именно то отношение, вот именно у него сейчас эта ценность идёт в первую очередь. Он очень ценит именно внимание, он ценит именно порядочность, он ценит именно то, что можно элементарно даже просто там вот о чём-то поговорить, что можно там положиться на человека. Он сам старается тоже вот себя показывать так с этой стороны, то есть именно проявлять вот такие качества. Очень ценит именно вот, знаете, вот такие простые человеческие качества и сам к этому стремится. Хотя может показаться, что там он какой-то зажатый, что он закрытый, что у него может быть такое состояние, когда что-то идёт как не так, но на самом деле это нет. Здесь такое идёт. То есть, знаете, как старается быть именно таким надёжным, верным другом. Потому что, в принципе, его мысли достаточно чисты по отношению к вам, то есть он относится с добротой, с нежностью. И, кстати, намерение, если кто в отношениях, его очень серьёзное. То есть смотрит на будущее и уже, как говорится, пытается создать какой-то план именно развития ваших отношений. Вот идёт так. Так, это кто выбрал первый вариант? Смотрим второй. Здесь что-то, что-то не очень. Что-то идёт такая ситуация, как у человека никакого интереса к вам нет абсолютно. То есть либо вынужденное какое-то общение, вынужденное какое-то внимание, то есть как человек терпит что-то, либо вы терпите человека. То есть и такой момент тоже может быть. Очень тяжёлые, очень напряжённые у вас отношения. То есть здесь, что вот хотите вычеркнуть этого человека из жизни, но вы не знаете, как это сделать. И что, возможно, обстоятельства так складываются, и вам просто приходится терпеть какие-то моменты в жизни. То есть пока вот присутствует так. Либо со стороны человека, что либо вообще, знаете, как ничего к вам не испытывает. Либо были чувства, но куда-то чувства исчезли. Давайте сейчас раскроем. Очень напряжённое общение, но с этим человеком лучше вам и не общаться. Здесь, понимаете, если рассматривать данного человека, то здесь ни к чему хорошему не придёт, потому что нет понимания, нет никакого внимания даже элементарно, каких-то эмоций, каких-то чувств. То есть здесь вообще не просматривается. То есть идёт вынужденная такая вот, знаете, обстановка, когда, либо, как я сказала, что может быть на работе, то есть вы думаете там про человека, ну может быть, знаете, как какой-то симпатия, какой-то интерес, а вот то, что он про меня думает, ничего не думает абсолютно. То есть человек занят своими мыслями, он занят своей жизнью, он полностью занят именно какими-то своими интересами, и в вашу сторону никаких интересов нет абсолютно. Если отношения, то здесь тоже, если вы только познакомились, предположим, да, вот может быть такое новое знакомство, но не ждите от этого человека что-либо каких-то действий. То есть дальше, скажем так, нескольких встреч у вас никуда не зайдёт абсолютно, потому что здесь человеку неинтересно сразу, понимаете, то есть у него нет интереса, у него внутри пустота одна. И даже если он будет, хотя он очень такой, всё-таки, ну я бы сказала, ответственный человек, он очень такой, знаете, вот если ему действительно что-то нравится, если ему действительно что-то вот нужно, важно, то он готов на многое. То есть здесь однозначно человек будет делать какие-то попытки. но если ему неинтересно, если ему не нужно, то здесь просматривается, что человеку просто вот, ну бесполезно что-либо доказывать, бесполезно что-либо говорить. Несмотря на то, что он, ну знаете, как он просто не вникает, скажем так, в вашу жизнь, он не вникает в ваши интересы, тем самым он отталкивает от себя. То есть когда вы, предположим, может быть и заняты, может быть ему в чём-то помогали, да, там пытались как-то его направить, там пытались как-то в чём-то ему помочь, поддержать, но в ответ ничего. И вот своими поступками человек убивает все чувства, человек убивает просто все эмоции, потому что вместо этого вот получается, что вы, ну как ничего не получаете, да, то есть получаете только пустоту. Вот, к сожалению, так. Хоть и неплохо с ним можно там пообщаться, то есть он очень так, смотрю такой острый на язык, он такой вот может поддержать беседу, но вот до поры, до времени, пока ему интересно с вами, то есть пока ему действительно комфортно, скажем так, общаться. То есть как он только будет переключать своё внимание на какой-то другой объект, да, там на какие-то другие свои желания, то всё, здесь он просто, знаете, как может уйти по-английски, то есть он просто даже ничего не скажет, а просто уйдёт, и на этом всё, а вы будете ещё себя винить, что вы там сделала или сделала не так, почему так вот тут сложилось, почему так получилось. Понимаете, то есть здесь, конечно, человек не испытывает никакой вины, он не чувствует за собой вины, то есть здесь нужно ещё постараться, вот сделать так, чтобы человек хоть какое-то чувство вины испытывал, то есть он всё это будет пребрасывать на вас, понимаете, и здесь, конечно, не ждите ничего хорошего, то есть если вы на что-то рассчитывали, то данный человек не даст вам, может быть, что-то обещал, может быть, какие-то аспекты там обещал вам элементарно даже в чём-то помочь, но он и этого не сделает, понимаете, то есть на какой-то период, но не более. И с этим человеком, вот если даже внезапно, предположим, что-то началось у вас, знаете, как вот, может быть, он оказался в вашей жизни, вот встретился именно в такой самый тяжёлый момент. Это только вам давалось для того, чтобы немножко как бы внутренне вот восполниться какой-то новой энергии, чтобы вы могли себя по-другому почувствовать, но не более. То есть если вы на что-то рассчитываете, то здесь нет. Но и в то же время я не могу сказать, чтобы человек, скажем так, вас ненавидел, да, там, либо пытался вам в чём-то навредить. Нет. Он общается постольку, поскольку ему нужно, но не более того. То есть если там в работе нужно что-то, то это такое лёгкое совершенно общение, ни к чему не приводящее. Но если вы от него ждёте более каких-то серьёзных, конкретных действий, то, что касается лично вас, то здесь этот человек уйдёт очень быстро, ещё помашет ручкой и больше даже не вспомнит о вас совсем. Понимаете? Поэтому здесь вот на это, конечно, вам нужно обратить внимание, если вы на что-то рассчитываете, потому что надеждами живёте, надежды есть, но, к сожалению, этот человек ваша надежда не исполнит. Это у вас так. Так, и третий вариант. Ну, у вас достаточно неплохое, в принципе, общение. То есть здесь, в принципе, если рассматривать, что о вас думает загаданный человек, ну, неплохое у него отношение. То есть здесь, в первую очередь, он вас видит именно, знаете, такого надёжного друга, надёжного человека, с которым можно вот так тесно пообщаться, положиться на что-то, поговорить о чём-то. Понимаете? Вот такие вот моменты у него есть, конечно. И здесь однозначно идёт очень такое, я бы сказала, хорошее восприятие, когда вот действительно, знаете, вот получается как вот полнота, скажем так, определённых эмоций. Они, конечно, по-своему идут эмоции. То есть здесь может быть не в полной мере как бы вам хотелось, предположим, да, но тем не менее человек очень испытывает такие, знаете, вот с добром к вам идёт, то есть вот именно с добрыми качествами. То есть я не могу сказать, что плохо там о вас думает. Нет, он наоборот, даже если, предположим, кто-то про вас будет там что-то плохо говорить, то он наоборот будет делать всё возможное, чтобы этому человеку доказать обратное. Понимаете, вот такая позиция есть. Поэтому здесь можно на него положиться, но сейчас с вами раскроем всё-таки. Ещё, знаете, единственное, что вот здесь может быть такой немножко негативный аспект, это то, что человек может испытывать к вам меркантильный интерес. Вот ещё такой момент может быть, к сожалению. Но сейчас с вами раскроем и посмотрим. Сдержанный очень. вы смотрите, что получается. Нет, неплохо он к вам относится на самом деле, но здесь идёт такая позиция, что человек не умеет держать своё слово, не умеет, скажем так, отвечать за свои слова. То есть у него, знаете, как он сказал и тут же забыл. Вот у него, к сожалению, вот это и есть. То есть человеку нужно постоянно подталкивать, постоянно ему в чём-то либо доказывать, либо постоянно ему напоминать. Потому что, к сожалению, очень легкомысленно относится к каким-то определённым обстоятельствам, что, конечно, может раздражать. То есть здесь нужно постоянно, как говорится, держать под контролем. Очень подвержен слухам, очень подвержен влиянию со стороны других людей. То есть если, предположим, ему что-то наговорят, где-то что-то, да, там скажут, то всё, он подхватит, и он будет это, конечно, мусолить, он будет это всё развивать. Вот, к сожалению, такие моменты есть. А также присутствует именно такая позиция, что у вас, вот если рассматривать, как он к вам относится, ну то, что меркантельный интерес, здесь он присутствует, но не в такой большой степени, как может быть, как может казаться. То есть здесь он, возможно, что общается с вами ради каких-то своих интересов, но эти интересы не корыстные совершенно. То есть он просто, да, видит, что, предположим, вы в чём-то можете ему помочь, да, там реализовать какие-то идеи, реализовать какие-то желания. То есть это, в принципе, всё возможно. Поэтому здесь особо какой-то корысти я не вижу. Но если, предположим, на него положиться, то здесь, к сожалению, нет. То есть если вы вот в отношениях особенно, да, то здесь человека нужно постоянно держать под контролем, потому что здесь постоянно его к чему-то подталкивать. Но, к сожалению, такое есть. Хотя сам по себе он такой, знаете, у вас идёт именно везунчик. То есть у него есть такие моменты, что ему всё легко даётся, всё очень так свободно, поэтому он и в каких-то моментах расслабляется. Но вот с вашей стороны расслабляться с этим человеком не стоит. то есть всё равно нужно быть очень внимательным и очень аккуратным. Но если вы найдёте подход к этому человеку, то тогда у вас общение будет достаточно, знаете, таким очень ярким, интересным между вами, где вы будете получать от него дополнительный заряд энергии, благодаря чему у вас будут налаживаться какие-то аспекты вашей жизни. То есть когда действительно вы будете чувствовать, что от него будете брать, скажем так, как некую удачу, то, что он как по энергии делится с вами. Но это неплохо, потому что здесь и ему хорошо, у него решаются вопросы, и вам хорошо. Но на самом деле, в принципе, здесь просто в каких-то моментах он немного легкомысленно к чему-то относится. И ещё идёт такой момент, что он очень долго раскачивается в чём-то. То есть очень такой медлительный, что вам, возможно, это очень сильно как бесит, то есть очень сильно вас это раздражает, что вы в какой-то момент думаете, да лучше сама там или сам всё сделаю, но только не обращаться к нему. Но, к сожалению, такой момент есть. То есть человек очень медлительный, то есть он может просто сказать и забыть, он может там сказать и только через месяц, предположим, что-то делать, но это уже свойство характера. Так вот, если брать по натуре, то человек очень такой добродушный достаточно, очень сильно вот именно смотрит всё-таки на отношение к себе. То есть если к нему хорошее отношение, то он весь будет тоже вот создавать такую атмосферу, чтобы рядом людям вот с ним было хорошо. Понимаете? То есть он будет создавать такую вот приятную обстановку, приятную атмосферу, чтобы действительно было людям с ним комфортно общаться. Поэтому здесь такие позиции тоже есть. То есть и здесь в принципе единственное, что человек очень скупой на эмоции. То есть он очень редко проявляет свои эмоции. Это, конечно, не критично, но тем не менее, то есть из него, предположим, даже какое-то слово, особенно это в отношениях, если хочется, то здесь, к сожалению, очень редко он там скажет о своих чувствах. К сожалению, он может что-то поступками сделать, он может какой-то там подарок подарить. Но чтобы там сказал про свои эмоции, это практически невозможно. То есть здесь человек немного закрыт именно в этом плане. В целом на этого человека можно положиться, то есть он неплохо к вам относится. И если вы обратитесь к нему с какой-то определенной просьбой, то вполне есть именно высокие шансы, что он поможет, не откажет в помощи и наоборот даже сделает больше, чем вы, предположим, у него попросите. Он очень единственный, что еще для такой момент, он очень активно общается именно со всеми. То есть он вообще, о ком вы думаете, он старается как-то общаться со многими людьми. То есть для него это очень важно. Чем больше общения, чем больше людей, тем он себя чувствует более комфортнее. Может быть, это вам не совсем нравится, особенно если, предположим, в отношениях, но тем не менее вот он любит общаться, чтобы вокруг было много народу. Вот он, к сожалению, но вот он такой, понимаете, чтобы именно много было народу. То есть он много друзей может, да, у него может быть. Но по натуре человек надежный. То есть если что-то, предположим, он вам пообещал, он обязательно это сделает, независимо даже там, если пройдет какой-то период времени, там, долго ждать. Но человек это обязательно сделает. Понимаете, то есть здесь нет такого, чтобы сказал и не сделал. Он может забыть на какой-то период, он может там пропустить и что-то, да, но потом, если его, ему напомнить об этом, то он уже сделает, конечно. То есть все равно по натуре человек очень такой надежный достаточно. Это также касается и по работе, если вы думаете работать с этим человеком или нет. Да, но будьте готовы к тому, что все равно в какой-то мере аккуратно этим человеком нужно управлять. То есть направлять больше, я бы сказала, не совсем прям управлять, потому что здесь все-таки он понимает прекрасно за собой некоторые аспекты, а просто его немного направлять, и тогда вообще все вот вообще не будет идеально. То есть идет такая позиция. Поэтому здесь просто иногда, знаете, человек, он может переключить свое внимание на то, что более ярко и интересно. Предположим, вы говорили об одной ситуации, а потом ему элементарно позвонили или чем-то увлекся и все, и забыл, о чем вы говорили. Это просто такой характер у человека. Но положиться можно спокойно, то есть не просматриваться, чтобы человек как-то к вам негативно относился. Здесь очень такое достаточно общение, то есть очень такое, знаете, надежное и на долгие годы. То есть если с этим человеком общаться, то будьте уверены, что вы с ним будете общаться очень-очень долго. Вот идет так. Это вот кто выбрал третий вариант. Вот такой у нас с вами получился расклад. Я вам всем желаю удачи и, как всегда, подписываемся на канал и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok